Приветствую вас, и вы задаете свой вопрос, значит, о том, что вот такая ситуация ужасная, нервничаю, когда вижу одного мужчину, у нас здесь руки трясутся, разговаривать не могу, в горле комната и так далее. Мне до 30, а я замужем, влюблённости были, но такое впервые, спрашиваете, что это, и что ли ему сказать. Ну давайте мы с вами, наверное, начнём с самого простого, вот, и спросим у вас так. Так, ну, хорошо, хорошо. Вы ему, предположим, скажете о своей реакции на него, предположим, вы скажете ему о том, что вы нервничаете и что. Вот, что дальше, по вашему мнению, что дальше будет? То есть, как вы для себя рассматриваете дальнейшее развитие ваших, например, отношений с ним? В том вот случае, если вы ему всё-таки скажете о том, что вы нервничаете. Что произойдёт в таком случае у вас? То есть, иными словами, я говорю о том, чтобы вы постарались подумать о том, какой реакции вы ждёте в ответ на вот это вот ваше признание, да, если угодно, в ответ на вот это вот ваше выражение такой эмоции, таких вот ваших чувств и так далее. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, это является принципиальным, чего вы ожидаете. И вот в зависимости от того, чего вы ожидаете, нужно исходить. Если, например, вы хотели бы, чтобы мужчина к вам, ну, как-то, я не знаю, может быть, поменял свое отношение, если вы хотели бы, чтобы мужчина был в курсе того, что вы к нему испытываете, например, то это одно. Ну, если вот вы просто хотите, что, может быть, в курсе, тогда сказать, конечно, стоит. Но если вы хотите что-то для себя получить, ну, например, чтобы он, может быть, как-то вам отвечал, да, какая-то, чтобы у него, может быть, там, ну, взаимность, может быть, была к вам. Вот если так, то тогда, конечно, лучше не стоит, потому что вы можете испытать очень сильное разочарование. Именно из-за того, что мужчина к вам может ничего не ощущать, ничего не чувствовать. И чтобы вы не оказались вот в этой вот ловушке, вам необходимо четко-четко-четко для себя постараться понять, что же вы хотите, вот какую цель вы преследуете, желая ему поверить о том, что с вами происходит. То есть здесь надо исходить именно из вашего мотива. Для чего? Далее. Следующий момент. Это вы спрашиваете, почему я так на него реагирую, с чем связана моя вот, какая на него реакция. Отвечая вам на этот вопрос, я скажу следующее, что, конечно, окончательный ответ на ваши вопросы дать достаточно сложно. Ну, хотя бы просто потому, что нужно с вами как-то разговаривать, нужно о вас немножечко все-таки больше информации, нужно все-таки как-то лучше вас, может быть, понять, лучше понимать, что вас будет так, хоть и так далее. Пока на данный момент, исходя из того, что я вижу, я могу сделать вывод, что вы нервничаете из-за этого мужчины, потому что он, по вашему мнению, может дать вам что-то такое, что не дает вам ваш муж, и то, что вам очень дорого, нужно и ценно. То есть, мужчина этот для вас обладает очень большим, серьезным значением. И его значение для вас настолько сильно, что вы прямо-таки вот нервничаете, прямо-таки вот переживаете и вообще испытываете жуткий стресс, опять же, именно вот по этой самой причине, что мужчина для вас средство для удовлетворения какой-то вашей попредственности, которую вы уже давно не удовлетворяли, и которую вы, возможно, даже отчаялись удовлетворить вот до встречи с ним, до встречи вот с этим мужчиной. И если мы сейчас с вами говорим о потребности, то очень важно все-таки понять, что это за потребность, почему вы ее не удовлетворяете и как ее, собственно говоря, реализовать. То есть, иными словами, вам нужно снизить значение этого мужчины для себя. И тогда, по сути дела, ситуация будет нормализовываться и будет нормализовываться, ну, довольно быстро, просто потому что его значение для вас будет очень быстро падать. Его значение для вас будет очень быстро снижаться. И так вы сможете, по сути дела, достичь своей цели и, собственно говоря, перестать испытывать подобные переживания. Я бы рекомендовал вам также анализ ваших отношений с мужем и анализ вашей реализованности. Вполне возможно, что со своим мужем, например, вы себя уже довольно давно не чувствуете женщиной. Вполне возможно, что со своим мужем вы уже довольно давно не чувствуете себя реализующейся. какого-то вот сколько-нибудь серьезного удовлетворения на эмоциональном уровне. А вот здесь мужчина, который вам понравился, который вас задел эмоционально, зацепил, и, естественно, вы нервничаете. То есть здесь вам нужно, на самом-то деле, подумать только о том, чем он вас вот так привлекает, что он, ну, чем он вас цепляет. И подумать, а вот со своим мужем вы получаете это или нет? Если нет, то почему? Что начать? Вот. Далее. Далее, ситуация, конечно, такова, что вы говорите вот о том, что вы боитесь чего-то. Далее, ситуация такова, что вы говорите, что вот у вас есть какие-то страхи, что вы, в общем-то, даже вы спрашиваете о том, вот, в том мне делать, да, смотреть страху в лицо и так далее. Здесь я, пожалуй, соглашусь, наверное, со своей коллегой и скажу вам так, что, ну, надо понять, что именно кроется за вас, ну, вашим страхом. То есть, что за ним стоит, вот, конкретно, что за ним находится. Боитесь ли вы, например, того, что вот вы почувствовали себя с ним, женщиной, да, почувствовали себя с ним, с этим мужчиной, там, например, ну, например, допустим, настоящей женщиной, почувствовали, что вы живете, да, а он вас сразу, например, и может, там, например, оттолкнуть, сразу он может вас отшадить. Вот вы, может быть, боитесь того, что он вас, он вам откажет, и вы, это называется, страх отказа. Вот. Может быть, ситуация еще более глубже, и у вас, там, как правильно вам сказала моя другая коллега, это страх измены. То есть, нужно по большому счету разбираться. Вот так вот сразу, к сожалению, на ваш вопрос не ответить. Исходить нужно из того, что на данный момент вам не хватает в вашей жизни, что на данный момент у вас составляет ваша неудовлетворенность, и вот уже исходя из этого делать выводы. Ну, как мне, думается, что проблема, точнее, ответ даже на ваш вопрос кроется не столько вот именно в вашем случае, кроется не столько в том, чего вы хотите и какие у вас, например, потребности, а сколько в том, даже какие у вас проблемы с вашим мужем. То есть, вот это тоже, тоже очень важно. Вот, если у вас с вашим мужем есть какие-то определенные проблемы, то вполне вероятность именно в них и заключается корень того, что вы сейчас испытываете. Определенность, что стресс это следствие некоего проявления, я бы сказал, следствие проявления некого конфликта между вами. То есть, вы испытываете определенный конфликт, конфликт своих собственных, возможно, интересов, конфликт своих собственных, возможно, желаний. И в этом и заключается одна из причин того, почему вы испытываете вот подобные чувства и подобные переживания. И тогда со всем этим нужно будет разбираться и выяснить, что же за всем этим стоит. То есть, ваш совет, который я могу вам дать, заключается в следующем. Проанализируйте, пожалуйста, то, в каких отношениях вы находитесь со своим мужем сейчас, на данный момент. Проанализируйте, пожалуйста, то, насколько вы реализованы в отношениях с ним. Проанализируйте, пожалуйста, то, насколько вы удовлетворены в плане своих потребностей, насколько вы реализованы в плане своих потребностей. И, пожалуйста, попробуйте проанализировать, чем у вас ассоциируется этот мужчина. Вот какие вы испытываете ассоциации, когда его видите. Это очень важный момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Данные вопросы должны навести вас на правильные мысли, которые в результате помогут вам увидеть, хотя бы, если не саму проблему, то хотя бы направление поиска ее. Ну и то, что у вас имеются определенные подводные камни в отношениях с мужем, в частности, вот эти вот ваши влюбленности, о которых вы говорите, в частности то, что влюбленности тоже вызваны определенными состояниями, определенными эмоциями человека, тоже намекают на то, что у вас есть определенные проблемы в отношениях с мужем и на то, что именно их, эти отношения в первую очередь нужно разбирать. То есть мужчина ваш, перед которым вы ужасно нервничаете, это всего лишь следствие, это всего лишь следствие, это всего лишь как бы, это симптом, но не причина того, что у вас происходит. На этом, я думаю, можно закончить, желаю вам всего самого доброго и удачи, если понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если у вас появится желание написать дополнение, то обязательно дайте мне знать так же в личку, чтобы я прочитал это дополнение и вам на него ответу. Желаю вам еще раз всего доброго и удачи. Продолжение следует...